Привет! Вы смотрите программу ЕЩЁ! Это передача о популярных людях и их жизни. Беседовать со звездой буду я, Кэтрин Старски. Рада представить вам нашего сегодняшнего гостя Сергей Борисов, фронтмен группы Lofty Band, которая основана была в 2005-м. Но сейчас мы поговорим обо всём, и вы не только поёте, как оказалось, да? Хорошо, что мы успели за кадром пообщаться, ещё столько-столько всего нового интересного о вас узнала. Но давайте начнём по порядку. Сначала о музыке, а потом обо всём остальном. И ещё вопросы о телезрителе, естественно, может, куда же без этого. Расскажите, пожалуйста, как всё началось в 2005-й год. Хотелось бы узнать вообще по поводу истории группы и по поводу её песен. Ну, да. 2005-й год. Это год, когда я вернулся из Африки. Так. Когда не знал ещё, чем заняться было, много времени. Работы ещё пока не было. И у меня было достаточно много песен, которые я сочинил ещё, когда был в Африке. Они такие африканского толка. Я имею в виду не по музыкальной теме, а по смысловой нагрузке. Ну, понятно, да. Вот. И мне ребята говорят, ну что ты, вот у нас есть твои песни, но все они записаны под гитару, на магнитофон, в общем, в таком вот режиме. Давай, запиши всё это дело тоже под гитару, тоже вот таким же образом, но в студии, чтобы это выглядело нормально. И я таким образом решил всё-таки записать на студии. Ага. Нашёл по интернету студию, приехал туда, ребята послушали песни и сказали, это всё надо сделать с аранжировкой. Ага. И когда мы начали работать над этими песнями, их было там 25 песен, в процессе работы оказалось, что нам очень интересно друг с другом. Ага. Многие люди рассуждают и говорят, как же они раньше жили без интернета, сейчас работу все надо. Без мобильного телефона. О, а вы можете представить себе жизнь без мобильного телефона? Ну, только с двумя. А без интернета? Это ужас. Нет, ну а как же вот раньше же назначали свидания, встречи без мобильных телефонов, и отлично жилось им всем. Ну, иногда не встречали. Вспомните, есть песенка «А я ждал от тебя в аптеке, а ты…» Вот получалось, был бы мобильный телефон, они бы договорились, где встречаться. Так, знаете, как тоже многие люди рассуждают по поводу романтичности того времени, что вот было время, было дело. Да, нет? Ну, может быть, была романтика, но представьте, здесь тоже такая романтика. По интернету вы не знаете, с кем же говорите. Да, здесь тоже есть легкий флёр неизвестности. Ну, риск уж точно есть. О, это уж точно. Но об этом можно говорить тоже до бесконечности. Но, в общем, с интернетом, как говорится, вы на «ты», да? Да. Да, есть такой момент. Вот. И интернет помог нам собраться. Потихонечку, работая над песнями, мы… Во-первых, песни, которые там мы делали, они были очень разноплановые. Это и шансон был, и даже вальсы. То есть, ничего себе. Шансон и вальсы, вот это да. Да, была песня у нас записана прямо под духовой оркестр. Был целый с трубами, со всякими вот этими аксессуарами. Вот, мы записали интересную песню. Вальс африканского Буша называется такая песенка. Но, в конце концов, поняли, что всё-таки главное, что в нас всех общий – это блюз и рок. О, это конечно. И поэтому потихонечку мы создали вот эту группу блюз и рок. Ну, соответственно, и играете точно такую музыку – блюзовую, роковую. Ну, рок такой достаточно легкий, не тяжелый, да? Нет, мы как бы считаем, что и блюз, и рок, во-первых, там всё-таки должна прослеживаться мелодия. Ну, конечно. Всё-таки это музыка, в первую очередь. И очень важно, потому что русские традиции, песни русские, начиная, я думаю, с древности, и в особенности это у Высоцкого проявляется, да, что в песне должен быть смысл. Это должен быть маленький рассказ, маленькая история про то, что что-то случилось. Или это попытка передать какие-то сильные переживания. Потому что если нет сильных переживаний, нет истории, то получается попса. Ну, так рада эта песня. А про интернет, когда я спросила, вспомнила вопрос от телезрителей, которые спрашивали, кто в доме хозяин, Вы или интернет? Нет, я дома, например, у меня интернета вообще нет, он у меня только на работе. Поэтому дома хозяин я. А, я-то думала. Знаете, как сейчас, я думаю, что слышали тоже много историй, собственно, когда люди сидят в интернете круглыми сутками, не вылазят оттуда. И даже если раньше лечили от алкоголизма, от наркомании, от курения, то сейчас лечат ещё от интернет-зависимости. Нет, это такого нет. Таких проблем у Вас нет? У меня это инструмент. Инструмент для того, чтобы кого-то найти, инструмент, чтобы разместить свои какие-то мысли, песни. И, кстати, расскажите про историю с интернетом и с Вашим последним клипом. А, ну здесь вообще удивительная вещь. Мы несколько раз размещали наши живые выступления, ну просто снимали на концерте какую-то песню и размещали в интернете. Вроде бы и клип, ну правда такое живое выступление, назвать клипом тяжело. Вот. И тут вот решили снять на одну из песен более-менее полноценный клип. Я не знаю, насколько он получился. Полноценный. И причём, как сейчас модно, снимали на фотоаппарат. Да. Там выхода не было, потому что надо было... Снимали как бы из глаз главного героя, и повесить сюда ему видеокамеру было достаточно сложно. А фотоаппарат сюда повесить можно было. Да, вполне. Без проблем. Да. И совершенно неожиданный эффект получился. Если на те клипы предыдущие, там, в течение недели 100-200 просмотров, то тут мы в первый день получили больше 20 тысяч. Угу. Название-то ещё завораживающее. Ну да, хорошее. Расскажите, чтобы люди... Название «Секс.Виски». Чтобы люди, соответственно, захотели... Мы сейчас рассуждаем, рассуждаем об этом, чтобы они зашли, посмотрели. Ещё парочку просмотров вам точно прибавили. Ну, сегодня уже, на сегодняшний день, 220 тысяч просмотров. Ну, я так понимаю, что буквально за маленький срок, да? За две недели. За две недели. И каждый день сейчас порядка 20 тысяч прибавляется. Вот это да. И растёт количество. То есть народ прётся? Да. Он прикольный клип. Там есть идея, там есть маленькая история, вот как во всех наших песнях. В клипе тоже. Я даже возмущался, когда мы... Первый раз я посмотрел клип по результатам. Я сказал, ну нет, это неправильно. Это не клип на песню. Это получился маленький фильм, и как саундтрек звучит наша песня. А я хотел наоборот. Я хотел, чтобы песня была главная. Но получилось, да. Получилось совсем иначе. Тем более, опять же, вы говорите, что клип хорошо снят, и клип прикольный. Талантливый, главное. Очень талантливый получился. Это здорово. Но ведь в интернете очень... Ну, я бы не сказала, что так много, да, наши российские производят клипы. Но всё-таки бывает что-то хорошее, достойное. Но они за неделю, за две недели не собирают такое количество просмотров. Не собирают. Динамика очень серьёзная. А вы не проводили статистику? Знаете, как тоже бывает обычно с интернетом, да, связанный какой-то тысячник или какой-то человек, которого тоже большое количество просмотров размещает у себя, и, соответственно, так это всё разлетается, как трафанное радио. Ну, я вот увидел, что некоторые сайты, да, для того, чтобы привлечь, видимо, к себе внимание, они увидели, что клип динамично развивается в интернете. И вот это... А то есть они уже с помощью вас хотят тоже, да? Да, вот я просто посмотрел, что как только у нас за 100 тысяч просмотров перевалило, тут же наш клип появился на... Появился ещё во многих развлекательных сайтах. И если сложить полностью просмотры, то это значительно большая цифра. То есть я вижу, у них тоже растёт всё это дело. У них комментарий, у них жизнь на сайте начинается. Там люди обсуждают этот клип. Ну, получается, что... Ну, он живёт своей жизнью, в общем, да, вот так, знаете? Да, да. 96% положительных отзывов, вот по статистике 4. А 4% ответить? Да, 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 да. Ну, это мощно, конечно. Вы продолжаете смотреть программу ещё. У меня в гостях Сергей Борисов. И мы говорим, ну, раз уж затронули тему Африки, значит, будем её продолжать. Всё-таки. Всё-таки, 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 а что делать? Расскажите, пожалуйста, а как вы туда попали? Ой, ну, эта история такая древняя-древняя. Я когда-то ещё умудрился в молодые годы сделать попытку поучаствовать в авторалии. Оно проводилось в то время ещё в Советском Союзе, английскими товарищами нашими с соответствующего завода. Вот. И тут, когда начался распад Советского Союза, и делать было практически нечего, они предложили мне открыть станцию техобслуживания в Сьерра-Леоне. Там как раз шла война, и поэтому нормальные люди туда не соглашались ехать. А товарищ из Советского Союза был готов на всё. Ну, дела. Соответственно, я туда и уехал. А это что, юношеский максимализм или как это называется? Не знаю. Я приехал в страну, но оказалось, пока я летел туда и добирался, рейс откладывали несколько раз, так как там шла война, и его всё время никак не могли выпустить туда. И когда мы туда, я уже прилетел, выяснилось, что компания закрыла свой офис, и они все уехали оттуда. Да, и меня никто не встретил в этой стране. И? И вдруг я увидел, что там, кроме того, что есть джунгли, Атлантический океан, красивая природа, потрясающая. Там ещё люди, диких зверей там всех съели к тому времени. Да, уже. Ну, змеи, только обезьяны. Вот. Я про настоящих обезьян. Ну, я поняла. И выяснилось, что там ещё занимаются добычей алмазов. А я где-то геолог по своей специальности первый. Я решил, что вот как просто можно здесь купить по дешёвке алмазы, продать их в другом месте, и на этом здорово заработать. В общем-то, так и зарабатывали. Ну, так и зарабатывал. Правда, иллюзия лёгкости оказалась иллюзией именно. Выяснилось, что не всё так просто. Ну, ничего. Задержался там, приехал. Но так же 15 лет там прожил. Да, я приехал на две недели открывать офис, посмотреть. Да, а остались? А остались, да. Первые два с половиной года я оттуда не выезжал вообще. То есть я два с половиной года просто провёл в Африке. Ну, это, наверное, сложно было отсюда уехать туда? Да, не очень сложно, потому что я родился в Ташкенте, и для меня температура и всё остальное было комфортно. Единственное, что очень сложно, там, ну, меня один товарищ спрашивал, когда приезжал ко мне, говорит, Сергей, что здесь, что самое тяжёлое в Африке, вот только в Африке, именно Африка на экваторе, что самое сложное? Я говорю, сложно очень просто, вот выгляни в окно, видишь, пальма зелёная, люди ходят в коротких трусиках и кто в чём, туда-сюда. Я говорю, вот так всегда. Здесь нет осени, нет зимы, здесь нет ничего. Ты каждый день приходишь, если какое-то время ты теряешь ощущение времени. Времени года. Года, да. И поэтому там, мы говорим, когда это было? Это было до второго военного переворота, помнишь? Да, 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 помню, помню. То есть уже не обсуждаете, когда это было весна? Они не скучали по зме, по весне? Ну, через какое-то время, да, когда прилетели первые там ООНовцы, когда они решили, так сказать, утрясти ситуацию с войной там. Но это был уже, правда, 2000 год, и это были наши представители наших войск. И во время одной из ротаций я прилетел, наконец, в Россию, и там была зима, как раз здесь, вернее, была зима. Ну, да, 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 здесь была зима, вот именно. Мы там вдвоем с парнем прилетели, мы так обняли березки по колену в снегу, в коротких рубашках, потому что у другого уже ничего не было. Мы так стояли, привыкали потихонечку. Да, это точно, это действительно по-другому не называешь. А как с теми же людьми, как вы общались? Это же абсолютно другой темперамент, абсолютно другие люди, свои законы. Да, сложно. А что в Индии? Ну, там снимается вилла, это достаточно дешево. Там же дешево все стоит, да? Да, конечно. То есть там, насколько я слышала, вообще во многих таких странах, да, если вглубь забраться, то можно про какую-то страну мне раскрыть, про какой-то остров, что, значит, там, ну, где-то в Индии, вот вглубь, если забраться, то можно, в принципе, долларов за 200 снимать себе виллу шикарную в месяц, да, тебя еще будут опахалами, значит, обмахивать. Да, и там тоже что-то из серии? Да, что-то из серии, единственное, что там отсутствует электричество, водопровод и все остальное. Вот это, конечно, небольшой нюанс такой. Да, приходится покупать еще генератор, то есть к расходам по аренде, аренда вилл, конечно, очень дешевая, примерно порядок 200-300-500 долларов в месяц. А что же вы там ели тогда, интересно вообще тоже узнать? Вы, интересно, рассказали уже про свою привычку, да, что уже из Африки осталось у вас такое, что вы едите только утром и вечером, в нем, соответственно, нет. Ну, пока сам не приготовил, ты... А там кушать-то страшно, наверное, антисанитария. Кушать, да, антисанитария присутствует, но если это на берегу океана, то есть мы, как, занимаясь алмазами, на берегу океана не проживешь, приходится уходить в джунгли и там, конечно, заниматься этим. Но когда на берегу океана, то очень много рыбы, конечно, они же ловят прямо тут же, выловили, вытащили на берег. Рыбные продукты там, конечно, потрясающие, это креветки и всякие другие живности. Ну, а готовят-то они, вот мне вот интересно, как вы изучите. А зачем, сам готовят, сам сам готовят. Целая история, насколько я знаю, чтобы туда поехать, нужно сделать очень большое количество прививок. Да. Там чуть ли не штук 10-15. Ну, прививки от многого, к сожалению, не придумали еще прививку от малярии, и поэтому раза три в год обязательно подхватываешь малярию. И потихонечку, конечно, она съедает всякие органы и от здоровья не прибавляет, скажем так. Хотя сейчас эффективные лекарства есть, и последствия, как бы, от самой малярии, она вылечивается полностью, но она садится на всякие органы, и они, конечно, становятся не лучшим состоянием. Вы такие жуткие истории рассказываете, но очень интересно вас слушать. Особенно интересно было смотреть фотографии, которые вы показали. Не знаю, боюсь рассказывать, что это, рассказывают зрители. Не надо. То, что мы увидели, не надо, наверное, пускай это останется за кадром. У моего одного друга дочка решила поехать в эти страны, в Гвине, как работать на одну российскую компанию. Вот, он мне позвонил, говорит, Сергей, приезжай, пожалуйста, ко мне, дочке моей расскажешь про Африку. Я говорю, а как рассказать? Он говорит, скажи так, чтобы она испугалась и не ехала. И не поехала, да? И что вы рассказали? Соответственно, я все болезни, все, что там можно подхватить, как там жутко жить, отговорил. А на каком языке вы с ними разговаривали? Английский и Крио. На английском они... На английском говорят, но у них такое называют Pigeon English, то есть в глубине, он такой странный язык. Или Крио, это тоже государственный язык, это на базе английского языка нечто такое, ну оно похоже на английский. И местный язык, есть языки там СОСО. Местный язык уже пока там жили, уже успели изучиться? Ну, они очень простые, на них говорить тяжело, но понимать можно. Они какие-то такие, ну, странные, звучат все странно. А как, вот с кем вы там общались, помимо местных, соответственно, там были какие-то люди, родственные души? Да, у нас, когда мы начали уже нормальный бизнес более-менее, нас было там 10, 12, 15 человек. А, отлично. Из России, я имею в виду. Вы продолжаете смотреть программу еще. У нас в гостях Сергей Борисов. И теперь у меня созрели вопросы от телезрителей. Значит, первый вопрос такой. Какую аферу провернул бы Астап Бендер, если бы жил в наше время? Где, здесь или там? Вот да, вот есть небольшой нюанс. Мы же можем пофантазировать еще и на тему Африки. Да, да, да. Вы знаете, я когда первый раз приехал в Бразилию, и у меня было все, я когда узнал, мне нужно было обязательно белые штаны, белый костюм, как Астап Бендер, по Рио Деженейро пройти. Взял с собой, приехал, но что-то так меня поразило Рио, что я забыл про эти белые штаны. А, да, забыли, да? Так и не прошел по Камбане, белых штанах. Вот. Но я думаю, что дух Бендера, он фактически, вот если взять африканские страны, там только такие люди приезжают. Я имею в виду, кто бизнесом занимается. А, приезжают именно те люди, белые, как говорят, белые люди. Да, которые хотят чем-то заняться. Если у них нет вот этого, что-то от Астапа Бендера, то они просто реально там попадают в глупую ситуацию. И все, засудят и посадят. Теряют деньги, засудят, посадят. Многие друзья у меня приезжали туда с большими деньгами. Ну, друзья, я имею в виду, те, которые стали друзьями в Африке. Вроде много денег проходит какое-то время, просит займы на самолет, чтобы улететь домой. Ты их разу ли пошел? Ради бога. Вроде все было. Куда делось, непонятно. То есть это правда как рассказывают про них, что приедешь, а будут и уедешь так же, да? Да, похоже на такую страну дураков, которая у этих, у Алисы. Да, да, да. С Буратиной. То же самое, ходит, здоровое поле, на нем есть алмазы, все роют. Вот сейчас найду, вот сейчас найду. Что-то ты месяц проходит не нашел, второй, третий, деньги кончились, алмаз не нашел. А там они же как-то, наверное, еще делят эту территорию. Так, у нас же это же происходит. Ну да, там выделяются участки, столбятся, там все нормально. Все нормально с этим делом. Единственное, что они больше Остапа и Бендера, потому что они один и тот же участок раз по пять продают бедным белым. Да, это смешно. Потом сравнивают, сажают деревья. Через два года можно опять. Вот интересно, про Африку сказали. Я, например, про Россию тоже очень много слышала, что почему все едут в Москву, да, и вот в Россию, вот в каких-то крупных городах остается, потому что у нас проще всего деньги заработать. И большие деньги. Оказывается, что в Африке-то все-таки там с этим делом покруче. Там не проще. Там не проще. Там вопрос, знаете, в чем? Там нужен меньший стартовый капитал. Чтобы стартануть какой-то бизнес в России, нужны какие-то миллионы. Там достаточно десятков тысяч долларов для того, чтобы начать свой бизнес и не пропасть. Ну, конечно, тебя там не обули. Ну, да, вот это вторая часть. Подводный камень. Да, такая большая обманка. То есть ты приезжаешь, когда туда, все такие добрые, все тебя так любят. И так все здорово, и ты расслабляешься. И ты расслабляешься, веришься, ну и все. Они тебя вот так вот, они в ловушку и поймали. Вот ведь какие хитрые-то, а? Годами вырабатывали тактику. Ну, вот интересно, да, что еще пейзаж там тоже не меняется. И, соответственно, 21 век на дворе, а вот мы просто говорили про интернет, про мобильные телефоны. У них-то... Там мобильные телефоны, ну, по крайней мере, в те времена, сейчас я уже 5 лет там не был. Но в те времена, как только появилась мобильная связь, там она была очень такая интересная. Там было несколько операторов мобильной связи. И звонить можно было только с того оператора на тот оператор, в котором ты находишься. Поэтому, так как было три оператора, у каждого было по три телефона. Хочется поговорить о вашем творчестве и узнать о планах на будущее. Расскажите, как у вас эти? Ну, вот мы закончили, наконец, запись нашего дебютного альбома, который будет так и называться «Секс и виски». Там блюз в основном, рок, есть композиции такие, лирического плана. Я думаю, он очень разноплановый альбом получился, очень интересный, по крайней мере, мне так кажется. Завершили его запись. Соответственно, готовим сейчас презентацию этого диска. Надеюсь на него пригласить много музыкантов, которые бы поиграли вместе с нами на презентацию. А кто, с кем дружите? Расскажите, с какими музыкантами. Ну, пока что мы дружим в основном с музыкантами, которые играют тоже блюзовые направления. Это группа «ЮКОН», например. Ну, такого вот плана, что ли, группа. А это востребовано у нас в России? Кстати, вот хороший вопрос, потому что вообще многие приходят и жалуются на то, что у нас со вкусами очень плохо. У нас все любят попсу, да, и попсу чаще всего некачественную, и неживую музыку, соответственно, ну и так далее, и так далее. Вот вы что скажете на счет? Ну, я думаю, что просто дело в том, что у нас, к сожалению, считается, что композиции блюзового направления должны петься почему-то на английском языке. Да, есть такое дело. Мы против этого, мы пытаемся насадить, так сказать, традицию петь блюз по-русски. И потому что все-таки блюз – это когда хорошему человеку плохо, и он начинает вот эти вот мысли выкладывать. И если он выкладывает их на английском языке, то я так понимаю, что, я извиняюсь, но процентов 90 аудитории не понимают, о чем человек поет и что он так переживает. Поэтому в России надо петь блюз по-русски. И вот наш альбом полностью на русском языке записан. И самое интересное, вот мы недавно были в Старом Осколе на рок-байк-фестивале, выступали там на открытой площадке. И одна из песен, она такая типичная блюзовая композиция со всеми атрибутами блюза. И когда я ее спел, там народ взорвался. И я говорю, я не ожидал, что вы и так любите блюзы. Просто есть хорошие песни, неплохие. Есть хорошие блюзы, есть плохие. Я думаю, надеюсь, что мы делаем хорошую музыку. Да, это музыка, над которой можно поразмышлять, а не просто ее пропустить мимо ушей и в следующий раз и не понять, слышал ты эту песню. Не слышал, зачастую не понимаешь. Что поют, кто поют, непонятно. Хочется, чтобы в песнях все-таки был смысл и чтобы он трогал, именно вот словами трогал за душу. Не только музыкой, конечно, должно быть профессиональное исполнение, конечно, само собой. Но главное все-таки именно в русскоязычной культуре музыкальной, главное все-таки слово. Ну это да. И вы знаете, вот почему-то у меня созрел еще один вопрос напоследок. Вы сказали, что выступали на фестивале, где были байкеры и так далее, и так далее. А сами вот на чем передвигаетесь? По пробкам не бывало такое, что сядете на моцик и... Ну, честно говоря, я вот со времен... Так сказать, принадлежу к клану... Я переезжу на... Пробки московские. Нормально? Я ставлю хорошую музыку. И все, да? И абсолютно не нервничайте, когда стоите в пробке по два-три часа где-нибудь... Конечно. Под хороший блюз. Куда спешить? Хорошая машина, хороший блюз. Куда спешить? Жизнь удалена, все замечательно. Ну, спасибо вам большое, что пришли сегодня. Спасибо. Друзья, слушайте хорошую музыку. До скорых встреч. Пока-пока. Спасибо. До свидания.